Всем привет! Как и несколько лет подряд до этого, мы наконец-то всё готовы открыть наш магазин ВКонтакте. В этом году это происходит немножко позже, в силу объективных причин о них я расскажу далее. Ну а пока все, кто хочет успеть ещё попробовать нашего мёда или чая, потому что в этом году ассортимент у нас более широкий. Кроме мёда стандартного и забруса, мы в этом году очень много заготавливали трав, но в основном это делала Юля, точнее 99%. То есть это и аптекарский её огород, и много ягод и в лесах мы собирали и сушили. Так что чаёв довольно большое количество разнообразных, и возможно, что они ещё будут дополняться, какие-то сборы, потому что они сейчас тестируются на домочадцах и посмотрим. Так что переходите по ссылке, смотрите и заказывайте всем, что вам понравилось. Позже в этом году получилось по той причине, что лето было очень плохое, и ни для кого не секрет, во многих регионах России ситуация с мёдом, она вообще довольно, даже можно сказать, критическая. Очень мало было погожих дней, чтобы пчёлы могли что-то собрать. То есть поэтому мёда сейчас даже меньше, чем в прошлом году, хотя прошлый год считается в нашем регионе, он был, ну, отвратительно, мягко говоря. В этом году ещё хуже была ситуация. Что-то, понятно, успели собрать, но даже меньше, чем в прошлом году. Поэтому, скорее всего, всем, понятное дело, не хватит, поскольку уже где-то одна треть заказана у меня заранее. Ну, в общем, понятно. Ну, кто успеет, тот успеет. Тут уж ниоткуда нам уже новый мёд не взять. Ну, и ввиду того, что погода была плохая, а потом осенью она вдруг стала хорошая, более-менее, доцветало много васильков у меня на полях, где у меня стояли ульи. Поэтому пчёлы вовсю сильно таскали туда нектар. Но для того, чтобы продукт был качественный, мёд должен полностью инвертироваться, то есть расщепиться. То есть на это уходит примерно у пчёл до двух недель. Поэтому мне пришлось ждать. То есть я мог, обычно я начинаю качку где-то 15-16 августа, уже полностью отсутствует какой-либо взяток, здесь же он ещё был, заливали нектаром. И я не мог просто физически начать это делать, ввиду того, что мёд был бы, ну, не того качества, которого я хочу. Поэтому для того, чтобы какой-то компромисс найти и при подготовке к пчёл зиме, и в том числе, чтобы и не испортить продукт, пришлось ждать долго. То есть откачал я его, можно сказать, недавно. Сейчас усиленно, ударными темпами я его фасовал. У нас в этом году новая упаковка для мёда, именно транспортировочная, потому что в прошлом году занимало очень много времени для того, чтобы подготовить вот эти баночки для мёда литрового, которые у нас были к транспортировке. Это надо было замотать их в кучу слоёв подложки, в коробки, в коробках разложить, какими-то проложить картоном. Но и то, бывали случаи, пару случаев, что одна из банок всё равно трескалась, если посылка большая. В этом году я думаю, что такого не произойдёт, потому что у нас новая транспортировочная тара, она более прочная, она более ударостойкая. На этом, пожалуй, всё. Переходите по ссылке, заказывайте по заказу, потому что мы принимаем только через ВКонтакте. Ну, потому что нам так удобнее, я оттуда заношу данные в свою табличку, уже потом легче всё это рассылать, как-то всё систематизировать. Поэтому можно, конечно, заказать и по электронной почте, я тоже это увижу, сообщение, но там вероятность есть какая-то небольшая, что я не смогу прочитать, потому что сейчас и спам там всякий приходит и прочее, прочее. Ну, в общем, кому каким способом удобнее, ну, предпочтительнее, конечно, через ВКонтакте, в том числе и чай, мёд и забрус. Все, кого что интересует, пожалуйста, пишите мне, мне автоматически придёт сообщение, я на него сразу отвечу. Либо просто можете писать сразу в личку мне, какие позиции вас интересуют, всё посчитаем, и в том числе и стоимость доставки. Давайте я сразу для тех, кто ещё ни разу не заказывал, объясню, как у нас происходит. То есть вы заказываете какие-то продукты, мёд там или ещё что-то. Ничего предоплачивать не надо до момента, после того, как только я это всё соберу, всё это упакую, всё это взвешу, посчитаю точную стоимость, там, вплоть до рубля на започтовую пересылку, я это всё суммирую. Только после того полной готовности всего вы оплачиваете, я сразу же на следующий день, или часто даже бывает в этот же день, отправляю эту посылку. Так что вот специфика у нас отправки такая. Фактически это не предоплата, а уже по готовности. То есть не получится так, что мы возьмём деньги, а какого-то продукта не хватит. То есть только после того, как мы убедимся полностью, что всё у нас есть, всё в наличии, всё у нас упаковано уже, тогда уже мы с вами связываемся. В общем, всё, всем пока-пока. Спасибо.